Друзья, всем привет! С вами «Открытый диалог». Министерство образования Калужской области продолжает общаться с выдающимися людьми нашей страны. Сегодня мы беседуем с Андреем Витальевичем Василевским, главным редактором великого журнала «Новый мир». Андрей Витальевич, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Я первый раз, хотя давно читаю журнал «Новый мир», но вас, как редактора, я впервые увидел в программе «Игра в бисер» на телеканале «Культура», где вы обсуждали пьесу Чехова «Три сестры». И вот я хотел у вас спросить, вот эти пьесы «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», что они для вас значат и насколько они сейчас могут быть интересны читателю, юному читателю и театру вообще? Ну, я люблю Чехова и люблю чеховскую драматургию, особенно, наверное, дядю Ваню. Это одна из таких любимых моих пьес, наверное, вообще, да, вот в драматургии. Вот. И я думаю, что Чехов сегодня действительно может быть весьма интересен. Если, ну, это мой субъективный взгляд, да, если избавиться от этого такого за десятилетия накопившегося такой вот мифологии вокруг чеховской драматургии, что там все дело, вот, что вот поэзия, там символы, лирика, что там вот-вот-вот-вот все такое, да? На самом деле нет. Я в таких случаях говорю, что, вообще-то, Чехов, как драматург, он больше горький, чем горький. То есть, в горьковских, по-моему, не в одной горьковской пьесе движение денег, собственности, наследования и прочее, и прочее, все вот такие вопросы не играют такой ключевой роли, как, ну, по крайней мере, в двух знаменитых чеховских пьесах – это «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Если не понять, как движутся деньги и собственность, мы вообще не поймем, что там происходит. А если мы поймем, то все становится очень интересно. Андрей Витальевич, а как вы оцениваете фигуру Лопахина? Это положительный герой, такой предприниматель, активист какой-то, я не знаю, условный, Ребушинский какой-нибудь? Или это, наоборот, такой человек, который думает больше о выгоде, чем о чем-то другом? Ну, понимаете, во-первых, там нету положительных и отрицательных героев в таком вот схематичном смысле. Там в «Вишневом саде» мы видим разные типы людей. При этом типы для своего времени и своей среды, но не совсем типичны. Мне приходилось читать исследование, вот забыл фамилию, по-моему, английский историк, значит, написал исследование о жизни русского дворянства, вот с отменой крепостного права до 1917 года. Причем именно в плане вот хозяйствования, собственности, там вот денег и прочее, прочее. Очень интересно, я оттуда много довольно подчеркнул. И там этот, значит, исследователь, он отмечает, что, к сожалению, вот эта пьеса Чехова «Вишневый сад», она создает, она воспринимается часто как такое вот достоверное отображение эпохи, да. И вот дворянство, что вот оно вот такие были дворяне, и вот так вот они хозяйствовали, и все шло с молотка. И что, в общем, вот типичная картина там изображена. А на самом деле он показывает, что картина-то как раз нетипичная там. Нетипичная. В «Вишневом саде». Что на самом-то деле дворянство в новых условиях показало такую, как бы сказать, высокую степень адаптивности к изменившейся ситуации. И очень даже, и очень даже, как бы, к новой жизни приспосабливалось. Вот. И продажа имений, даже если она шла, там, как говорится, с торгов, да, это не всегда признак было неумения хозяйствовать. Это отдельный разговор, очень-очень интересный. Вот. Вы наверняка знаете недавнюю дискуссию о том, о школьной программе. Был такой информационный повод, что Пушкина и Гоголя исключили из ЕГЭ. Это, конечно, не так. Просто там устроены образовательные стандарты таким образом, что в 10-11 классах изучается литература второй половины 19-го и 20-го века. Поэтому там Пушкина не изучали. Ну, кто-то сделал вывод, что таким образом у Пушкина, значит, убрались школьные программы. Тем не менее, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, каким образом нужно изучать стихи Розу Александра Сергеевича Пушкина? И есть ли, на ваш взгляд, какие-то проблемы с преподаванием его текстов на школьном уровне? Ну, во-первых, я хочу сказать, что к школе я, слава богу, никакого отношения не имею. Я никогда не преподавал в школе, я никогда так всерьез профессионально вообще не имел отношения именно к школьным проблемам. Я параллельно с работой в журнале «Новый мир», я вузовский преподаватель, работаю в литературном институте имени Горького. Да и то я такой там преподаватель сомнительный, потому что я не читаю никакой серьезной учебной дисциплины, так вот, с лекциями, там, зачетами, экзаменами. А я веду семинар поэзии еженедельно. Это совсем другое дело. Вот, поэтому, что касается, что касается вот школьных проблем, то я осторожно о них высказываюсь, потому что я понимаю, что я не в теме, как говорится. Я не изнутри это все знаю, а смотрю на нашу школу немного со стороны. Вот, хотя моя жена Ирина Василькова является преподавателем русской литературы в одной из московских школ. Но это все равно, как бы, я смотрю на это тоже немножко со стороны. Вот, я думаю, что литература в школе – это три разных литературы в зависимости от класса. То есть, сначала, вот в начальную школу, допустим, приходят, но там, скорее, прикладные такие задачи – научить читать текст, да, научить понимать его как, так сказать, целое, что там вообще написано и что там происходит. Потом, наверное, середина, вот, да, средние такие классы – это, наверное, задача дать представление о том, что такое художественная литература вообще, какие там бывают роды, жанры там, чем это все отличается от нехудожественной литературы документальной. И это можно давать на самом разном материале, да, то есть, тут могут быть и классические произведения, и рядом какие-то более современные произведения. Вот. Но в старших классах, я думаю, начинается то, что вот учебная дисциплина – история, история русской литературы. История русской литературы, да. И она должна преподаваться, как любой другой учебный предмет. То есть, что я имею в виду? У нас к литературе же, ведь вы заметили, отношение принципиально иное, чем к физике, химии, географии. Вот. Ах! Им неинтересно заламывание рук. Какой ужас! Как сделать, чтобы им было интересно? Как сделать, чтобы они полюбили литературу? Ну, применительно к какому другому учебному предмету мы вообще прикладываем такие критерии, да? Условно, там физика какая-нибудь. Ах! Им неинтересна физика. Может быть, им облегчить курс физики или сделать как-то вот эту физику, чтобы им было интересно, да? Или химию, или биологию, или географию, да? То есть, я думаю, что в старших классах и Пушкина, и вообще вот историю русской литературы, там, допустим, 19-го, 20-го века надо изучать как любой другой предмет. То есть, например, да я, может быть, примитивный пример приведу, да? Вот ученику какому-нибудь, может быть, совершенно неинтересна география, да? Ему совершенно наплевать, где там озеро Байкал, да, какое-нибудь там, или Владивосток. Но он должен это знать, да? Неважно. То есть, если ему интересно, это замечательно. Но если ему неинтересно, но он все равно должен знать, где у нас Москва, где Урал, где Байкал, где Владивосток. Ну и там за пределами нашей страны, да? Но есть какие-то базовые вещи. Вот и в литературе у нас есть какие-то вещи, да? Вот он просто вот интересный ему или нет, он должен знать, что был такой Гоголь и написал пьесу «Ревизор». И эту, в общем, небольшую пьесу он должен прочитать. Уж что он там вынесет, да? Другой вопрос. Но это не должно быть для него белым пятном, что есть «Ревизор», есть «Капитанская дочка», есть «Война и мир», да? Есть там, не знаю, преступление и наказание, ну и так далее, да? Вот. Если это одним ученикам интересно, замечательно. Если это не очень интересно, но все равно это такие же, это вот то же самое, что там, не знаю, Москва и озеро Байкал в географии. Вот. Ты должен иметь об этом представление, да? И вот мне кажется, что если мы вот это отношение к истории русской литературы в школе упростим, более спокойно начнем относиться. Ну, вот тебе неинтересно, ну, бывает там, а другим неинтересно, там, физика или биология, тоже нормально, да? Но вот есть что-то, что ты, если ты живешь в России вообще, да? Вот. Ну, ты должен это знать, да? Вот. Вот, мне кажется, вот так. Вы преподаваете в литературном институте? Такие у вас впечатления от молодых поэтов? Какие у них проблемы? Хватает ли им литературной эрудированности, чтобы выражать свои мысли? Или, может быть, какие-то другие особенности вы замечаете в них? Ну, понимаете, у литературного института есть одна проблема, абсолютно такая же, как у всех творческих вузов. туда приходит слишком много школьников буквально вот со школьной скамьи. А это неправильно. Да? То есть, вот. Все-таки какой-то... И мы, преподаватели литературного института, конечно, нам бы хотелось иметь дело даже на первом курсе с чуть-чуть более старшими возрастами, которые понимают, зачем они сюда пришли, у которых есть своя мотивация такая. Вот. А тут приходит первый курс. Ну, в большинстве своем это вот вчерашние школьники. И уровень знаний их очень-очень разный. То есть, это вот, когда приходит первый курс, невозможно угадать, кто что знает, а кто чего не знает. То есть, кроме того, что у разных студентов разный этот уровень, да, бывает так, что человек знает какие-нибудь особенные вещи, которые мало кто знает. Думаешь, о-о-о, вот как интересно-то, да. Потом выясняется, что он не знает базовых каких-то вещей. Да? Вот. У него какие-то провалы совершенно очевидные даже на уровне, там, школьной программы. Так что тут бывает всякое. Бывает всякое. Андрей Витальевич, вы как главный редактор журнала «Новый мир» получается продолжаете ряд выдающихся главных редакторов этого журнала, в том числе Александра Твардовского. Как вы относитесь к его прозе? Ну, не только к Василию Теркину, может быть, там и к другим. Там Теркин на том свете, «Страна муравия». Вот. Что такое поэтический мир Александра Твардовского? Ну, давайте я сначала немножко шажок в сторону. Да, значит, раз вы про «Новый мир» заговорили. Дело в том, что нашему журналу почти сто лет. Почти сто лет. Это будет вот в январе 25-го года. Значит, будем отмечать столетие. За это время сменилось множество главных редакторов в «Новом мире». И известных, и менее известных, и совсем забытых. И почти каждое десятилетие, условно, там, 20-е годы, 30-е годы, 40-е годы и так далее. Это были совершенно другие исторические обстоятельства, другой исторический фон. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, мы видим, особенно вот когда комплекты, так, журнала посмотреть, не в виде какой-то ровной дороги, а такой вот подъем и спуски, подъем и спуски, подъем и спуски. Я бы сказал, что было в истории вот за эти почти сто лет три великих подъема, как бы, славных эпохи «Нового мира». Первая началась сразу, когда он был создан. Был такой руководителем журнала Вячеслав Полонский, критик, но, главное, он был выдающийся организатор журнально-книжного дела. И он с нуля просто из ничего сумел создать, буквально там меньше, чем за 10 лет. Он недолго проработал, но он сумел создать буквально вот один из главных журналов уже тогдашней страны. Если мы откроем там конца 20-х годов «Новый мир», у нас будет ощущение, что это такой вузовский учебник русской советской литературы, того времени. Потому что за вычетом иммиграции, ну, это понятно, да, по политическим причинам, вот тогдашняя русско-советская литература, она там вся есть. Там есть все. Там Горький Алексей Товстой, Платонов Пришвин, Пельняк, Есенин Маяковский, Мандельштам, там, вот кто хотите. Вот он, это действительно был такой сразу очень большой взлет. Второй взлет действительно связан с именем Твардовского. Это 60-е годы, и это наиболее памятное такое десятилетие, которое у людей даже не очень читающих, но если им сказать, вот журнал «Новый мир», они скажут, а, да-да-да, вот там вот 60-е годы, Твардовский, один день Ивана Денисовича, там другие там вещи, вот все-все. Ну, и третий взлет был в Горбачевскую перестройку примерно пять лет. И это связано с именем Сергея Залыгина, вот, тогдашнего нашего главного редакта. Вот, так вот, к Твардовскому, значит, теперь мы возвращаемся. Твардовский – большой писатель, которого, по моим наблюдениям, мало кто любит, как что-то, вот любит, как что-то личное, интимное, да? Вот, к сожалению, к сожалению. И даже те, кто высоко оценивают его поэмы, вот, или там Василий Теркин, да, вот, или какие-то другие его поэмы, его лирические стихи, вот, все равно, вот, что-то есть в Твардовском, что не вызывает, не вызывает какой-то такой вот массовой, интимной любви. Но есть у меня догадка, но она не очень убедительная. Дело в том, что он один из немногих русских поэтов, а, может быть, единственный, у которого нет любовной лирики. Это вот действительно так. Это поэту, у которого не было никакой любовной лирики, не осталось. Может быть, это как-то влияет, да, на отношение к Твардовскому. Но он, конечно, очень большой поэт, это очень большая литературная величина. Андрей Витальевич, а есть какие-то признаки, по которым можно определить, хорошие стихи или нет? Может быть, это рифма, может быть, это построение стихотворения. Ну, понятно, что, наверное, все по-разному, но, тем не менее, какие-то вот общие признаки, может быть, вы задумывались на эту тему? К сожалению, нет, невозможно. И это касается не только поэзии, это касается всего мира искусств и вообще всего, всей культуры. Да, в ней, в культуре, в отличие от науки и спорта, ничего не доказуемо и ничего не измеряем. У нас нет приборчика, который можно подключить, да, вот, и он пожужжит и выдаст нам какую-то там цифру, да, уровень чего-то там, да. Вот, и это, понимаете, вот я иногда такой вот привожу пример, немножко гротескный, да. Вот представьте себе спорт, так, и легкая атлетика, вышел атлет и что-нибудь метнул, да, копье или там, ну, не важно, диск, что-то он метнул. Что в спорте происходит, что делают судьи? Они измеряют. Они идут и измеряют, а потом говорят, вот столько-то. И все, да. А в культуре, вот представьте, что вышел атлет, кинул, выходят такие судьи и говорят, ну, что, коллега, как вам кажется, как кинуто? Ну, понимаете, ну, кинуто, да, кинуто, но, знаете, как-то неубедительно. Ну, я думаю, метра полтора. Да что вы, ну что вы, это у вас личная какая-то предвзятость. Я же вижу здесь три километра. Вот в культуре же все вот так происходит, да, вот. И ничего не доказуемо, да, потому что ничто нельзя измерить и зафиксировать, да, вот. И при этом еще в культуре происходит не просто вот эта вот мельтешня оценок разнообразных, да, и мнений, но они по прошествии лет еще непрерывно пересматриваются и уточняются, да. То есть меняются репутации, как-то меняются иерархии, да. Вот. Поэтому, к сожалению, волшебного никакого рецепта нету. Андрей Витальевич, скажите, пожалуйста, как правильно читать книги? Вы, как главный редактор, прорабатываете огромное количество текстов в короткие сроки. Вот какие у вас есть, может быть, приемы, может быть, методики, которые позволяют как-то вот оперативно справляться с этим потоком текстов? Во-первых, надо сказать, что я тут выступаю не в качестве какого-то такого профессионала, который обладает чудодейственным способом, которым может поделиться с другими, а в качестве несчастного профессионала с деформированным этой работой с сознанием, да. Вот. То есть большая часть того, что я читаю в своей жизни, это я называю принудительное чтение. Не в том смысле, что я это что-то там плохие, я какие-то эти книги читаю. Это бывают разные, да. Но это все не является моим личным выбором, да, моим свободным таким волеизъявлением. А это нужно. Это нужно по этой работе, по этой работе, там, по десятой работе. Ну, вот. И, в общем, я очень жалею, что у меня нет просто элементарного времени для того, чтобы почитать что-то для... Вот совсем свободно для себя. Вот. В этом смысле я могу, скорее, я кино могу посмотреть для себя, потому что я профессионально абсолютно с кино не связан, и поэтому у меня никаких мыслей тут не возникает, да, таких отвлекающих, да. Вот. А любую книжку я читаю уже каким-то таким не читательским, а редакторско-критическо-клитературно-критическо каким-то вот образом, да. Не таким, как большинство читателей. Вот. И такой способ чтения, он оставляет мало возможностей для удовольствия. Ведь все-таки вот обычный живой человек, он, если читает, он читает, как правило, вот для удовольствия. Ему хочется получить удовольствие. Вот. Ну, кроме того, когда читаешь непрерывно десятилетиями, да, вот, и очень много, понимаешь, что не все следует читать. То есть вырабатываются какие-то условные рефлексы, когда понимаешь, что не нужно стараться вот все, что, все-все-все-все по-настоящему прочитать в том смысле, как надо читать книги. Ну, то есть, по моему консервативному такому представлению, читать книгу, это значит прочесть ее от первой до последней страницы, да, каждое предложение и каждое слово, да, вот в том порядке, вот, внимательно, вдумчиво, да, что в существо не очень много книг, которые следует вот так вот читать, а про большинство книг, понятно, бывает гораздо раньше. Иногда мне надо надкусить просто ее так, надкусить и попробовать, что это такое. Вот примерно так. Как сейчас живет журнал «Новый мир»? Я знаю, у вас есть печатная версия, есть электронная версия. Какие у вас сейчас стратегии развития? Может быть, у вас планируется там расширение тиража? Или планируется… Нет, нет, нет. Проблемы из, как бы, образ жизни нашего журнала абсолютно такой же, как у всех журналов вот этого формата, там «Знамя», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Москва», «Звезда», «Нева» их много, да. К счастью, почти весь ассортимент вот советского времени тех журналов, он так или иначе выжил, да. Значит, конечно, есть электронная версия. Ее просто не может не быть. Потому что сегодня бумажное издание, у которого нет электронной версии, оно не существует. То есть, неважно, что оно есть, есть там оно на бумаге, нет. Если нет в сети, значит, этого нет. Значит, этого нет. И у нас, как и у наших коллег в других журналах, конечно, наш реальный основной читатель, он в сети. Он в сети. Но этот читатель ничего не платит. То есть, это проблема вот всех таких вот литературных журналов, да. То есть, продать можно там подписку или там бумагу, да. Там библиотека, допустим, какая-то подписалась, да, или там. Вот это вот продажи, да. А в сети практически невозможно продать, да. Но именно там массовый какой-то читатель, заинтересованный читатель, мотивированный читатель. Только платить он не будет. Потому что стоит поставить такой, как бы, ну, технически это нетрудно, да. Замочек искать. Вот заплати и читай, да. Он скажет, эх, вы дураки. Я вас читал, 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 читал. Ну, ладно, буду читать там, я не знаю, «Дружбу народов» или там журнал «Невак». Вот такие у нас проблемы. Андрей Витальевич, вообще эта проблема, о которой вы говорите, она касается всего практически интернет-контента. И мне кажется, она характерна только для России, где вообще не привыкли. Привыкли платить только за интернет-соединение, а за контент никто не привык платить. Как вы считаете, это когда-нибудь поменяется и нужно ли это менять? Понимаете, как человек, руководитель журнала, у меня есть свой такой корыстный, корпоративный интерес понятный. И мне, конечно, хочется сказать, да, да, пусть переучиваются, значит, пусть платят, да. Но когда я смотрю на самого себя, не как на редактора, а как на потребителя контента, да, в сети, но я же тоже стараюсь не платить, если можно не платить, да. То есть я тут вот разрываюсь, у меня в одной роли так, а в другой роли вот так, да. Поэтому я нашего бесплатного читателя, я его понимаю, да, я его понимаю, потому что я сам так уж. Вы назвали литературные журналы, которые имеют большую историю, дружбу народов, иностранная литература, Нева. Есть ли за рубежом такие же крупные издания, посвященные литературе, как Новый мир? Я боюсь соврать, как говорится, да, я скажу, что знаю. Какие-то близкие аналоги есть в Китае. И возникли, и, насколько я знаю, довольно много журналов, таких толстых литературных журналов. И, как я понимаю, они и появились-то в Китае под советским таким воздействием. Вот. То есть, это именно, именно вот заимствовано из русско-советского опыта. Вот. Что же касается, допустим, там западного, там англоязычного мира, то журналы литературные есть, но они другого типа. Они другого типа. Или тоньше, или реже выходят, или там в Соединенных Штатах очень много университетской прессы всевозможной, да, и университетских журналов, в том числе и литературных. Но это очень специфический такой тоже. Поэтому мне кажется, что в западном мире вот аналога ежемесячного, толстого журнала, в котором и стихи, и проза, иногда пьеса, и тут же и рецензии, и статьи, что-нибудь из архива, вот буквального аналога, мне кажется, нет. Этот год особый для вас. Если я правильно понимаю, вы с 98-го года возглавляете журнал «Новый мир», и в этом году 20 лет в вашей работе. Какие события были самыми ключевыми за этот период для вас, для журналов? Трудно сказать. Скорее запоминаются всякие финансовые и прочие трудности, о которых не хочется говорить, и которые мы, так сказать, то и дело преодолевали. Ну, раз мы сегодня существуем, значит, мы их в свое время преодолели. Вот. Такие же трудности, как у всех других таких литературных журналов. Ну, для меня было радостным и абсолютно неожиданным, когда, сейчас скажу, в 15-м году вдруг нам, значит, правительство Российской Федерации вручило премию в области СМИ. Премию правительства Российской Федерации в области СМИ, журналу «Новый мир». Вот. В лице нескольких, значит, сотрудников наших. Вот как-то это было, это было очень приятно, что, в общем, нас видят, да, нас видят. Ну, не говоря уже о том, что последние годы, все-таки это надо проговорить и сказать, да, что журнал, в общем, живет благодаря государственной помощи. То есть, мы журнал юридически негосударственный, но без постоянного внимания и помощи Министерства Минцифры, да, раньше это там называлось Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, теперь это все в Минцифре, без их ежегодных грантов, да, то, в общем, нам и пришлось очень-очень трудно. Другое дело, что гранты эти не безумные, конечно, по размерам, и они как бы не волшебная палочка, да, они не решают всех проблем, но в настоящее время мы существуем именно благодаря вот таким государственным грантам. Андрей Витальевич, может быть, заключительный вопрос. Сейчас такая мода появилась, брать интервью и спрашивать, назовите три чего-то там, три события, три книжки и так далее. Вот я, наверное, задам вам такой вопрос. Может быть, какие-то три писателя, которые открыли последнего времени, которые открыли себе путь в литературу с помощью вашего журнала? Ну, давайте я назову одно имя, одно имя, но с оговоркой, потому что очень трудно на самом... То есть, конечно, мне бы хотелось сказать, что прозаик, поэт, драматург, эссеист Дмитрий Данилов, он как бы вот благодаря нам, это мы его, значит, в литературу, да, вот ввели, да, и действительно, если посмотреть так вот со стороны, все крупные прозаические вещи Дмитрия Данилова, там горизонтальное положение и так далее, и все, вот, и все его пьесы, там, начиная с «Человека из Подольской», вот сколько он их там, шесть или пять или шесть, они все в Новом мире напечатаны, там и стихи его печатаются тоже регулярно, и вот как вот хочется сказать, что это мы, это наш, наш, вот мы его, сколько вот, там, два десятилетия вот мы его печатали, вот теперь он такой вот, значит, там, уже экранизируемый, значит, и вот, и популярный, и все, да, и «Саша, привет», роман, вот его в магазинах покупают, как такой вот, да, новинку, вот, вот, но с другой стороны, я думаю, что, наверное, и без нас как-то бы, как-то бы, все равно он стал бы большим, в такой степени известным, очень интересным писателем, да, ну, как я уже сказал, тут ничего неизмеряемо, да, невозможно, так сказать, вот эти утверждения такого рода чем-то подтвердить, вот, но вот я считаю, что Дмитрий Данилов это, в общем, наш новомирский, да, вот такой писатель. Спасибо вам большое, успехов вам в издании вашего журнала, в издании Нового мира, новых авторов, новых интересных идей, я всегда читаю рубрику, которая у вас выходит, если я не ошибаюсь, по нечетным номерам, это кинообозрение Натальи Серевли. Да, но, к сожалению, сейчас она закончила, потому что она много-много лет это делала, и, в общем, она устала, да, вот, но мы, да, мы стараемся, как бы, смотреть немножко шире, не только на книги, не только на мир литературы. Да, это была очень интересная рубрика, и сейчас она продолжается, но уже другой автор ведет, насколько я помню. Вот. Спасибо вам большое, всего доброго. И вам спасибо. Спасибо. Это был Андрей Василевский, главный редактор журнала Новый мир. Всем спасибо и до новых встреч. субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова